Всем привет дорогие друзья, вы на канале LinHustle и сегодня мы порассуждаем и посмотрим сколько у нас стоит в итоге токен Кэтс, что с ним делать, куда он пойдет и что вообще был за дроп. Итак, я в своем канале, в телеграм канале, вот можете подписаться, LH Crypto1, нижнее подширкивание Crypto1, потому что ссылки я пока к сожалению не могу размещать, но вбейте в пост в телеге или отсканируйте QR-код и вы обязательно найдете. Я писал неоднократно, что это проект дерьма, в который входить не стоит и ничего не даст. Итак, что же мы увидим по итогу. Утром и вчера вечером, когда начали приходить токены, оказалось, что люди, которые закинули хотя бы чуть-чуть средств, получили x7, x8 от своего дропа. То есть, условно, насобирав в игре 40 тысяч, люди получили примерно 400-350 тысяч, то есть около того, что, кстати, очень много всем казалось, потому что все смотрели на старую цену премаркета, где было 3 нолика и двойка, что, собственно, и было первые несколько секунд после того, как был листинг. Ну, то есть, условно, 400 тысяч, если умножить на 0002, мы получаем там 80 долларов. Ну, неплохо, да? По итогу, уже сейчас, спустя час после открытия торгов, а такая цена держалась в целом с самого начала, то есть буквально спустя несколько минут стаканом люди продали токены, и она стала в 3 раза меньше. Мы сейчас делим это количество на 3, и получаем 26 долларов. 26 долларов за 2 месяца игры и обязательное условие доната в несколько тонов. Что я могу сказать? Это просто ужасно, а особенно ужасно то, как они обошлись с людьми, которые не стали делать транзакции. То есть, я, конечно, ничего не жалуюсь, я вообще этому боту никакого внимания не уделял, но, тем не менее, я завел в игру 100 человек. Это было еще давно, как только они появились, они появились буквально через несколько дней после доксов, еще до их дропа и так далее, я сразу завел туда 100 человек. Мне за них дали, внимание, 5000 токенов кэтс. Это, давайте сейчас даже вот шутки ради посчитаем, 406 это 30 центов, то есть это менее 30 рублей. То есть, если мы вот это поделим на 100, мы получим, что за одного человека мне платили 0,003 доллара. Ну, это, друзья, это просто смешно, особенно здесь честь, что 100% кто-то из них закидывал, но со мной разработчики, как и с другими инфлянсерами, решили не делиться. Они решили выдать тем, кто закинул тон. И что же мы получили? Что люди, которые не успели в первые 2 минуты продать свои токены по нормальной цене. Кстати, вот, пока мы сетимите, она еще падает, и я вам скажу, она будет еще падать, потому что токен не имеет абсолютно никакой ценности. Они никакого применения, которое обещали, кстати, ему не придумали и не придумают, потому что этот проект был создан как копия DOCS, и при этом они просто занимались побором денег. Смотрите, в DOCS средний пользователь мог получить 50-60 тысяч, если он выполнял каждый день задание и заходил один раз в игру. То есть, за один только чек-ин давали 1300, каждый день, если заходить. То есть, за 20 дней можно было получить 26 тысяч. И не нужно было вообще ничего вкладывать. То есть, ты просто забрал и продал там по 7 копеек. То есть, можно было получить спокойно там 5000, 6000, 7000, 8000 рублей просто за то, что ты заходил в игру. Здесь же обязательным условием был донат для того, чтобы хоть что-то получить. И даже с донатом они раздали в 2-3-4 раза меньше, чем DOCS. Поэтому, друзья, очень внимательно относитесь к проектам, которые вы входите. Если, сейчас, разумеется, кто-то в каменах напишет, ну типа, ну это же все равно неплохо. Мол, я вложил там 600 рублей, получил 2000. Да, это неплохо, но не за 2 месяца игры. При том, что вы же все равно выполняли различные задания, подписывались там на кучу партнерских каналов, всякие тупые, вот эти вот непрокликивающие квесты. Вот этот AI, которая у них не воспринимала реальных котов, а больше давала баллов за какие-то мемные картинки и так далее. То есть, все вот это в совокупности дает то, что проект провалился. Вот реально провалился, это даже видно сейчас. То есть, что говорить о токене, который за час упал в более чем 3, он уже почти в 4 раза упал. Это только первый час. Это еще не открыли вывод на кошельки, которые только через 2 дня. Это только вот те, кто на бирже просто стаканом вырубают свои токены. Что будет дальше? Ну, разумеется, будет дальше падение, хотя там и пишут, что, мол, закупайте, там можно будет этими токенами прокачивать своего какого-то NFT кота. Если вы хотите, опять, что у вас побрили на 5, 6, 7, 8, 10 тонн, обязательно заходите опять в CATS, закидывайте разработчикам деньги, потому что, ну, мамонт, он никогда не вымрет. Это всем известно. Если вы хотите только в нормальных проектах участвовать, вот в телегу заходите, здесь закреплю проекты, за которые я хоть в какой-то степени, но ручаюсь и расписываю в куче постов каждый день, какие что дадут, какие есть перспективы и так далее. Вот этот я не рекомендовал неоднократно. Люди все равно заходили, люди закидывали, и в итоге, даже если ты получил там полторы тысячи в донатив условно 7 долларов, ты на комиссиях, пока ты там на бирже продашь, потом обвиняешь, потом выведешь, ты там на комиссии получишь 300 рублей. В итоге профит, ну ладно, 500 за 2 месяца, ну не знаю, можно было флайеры идти раздавать, и то больше бы получил. Поэтому, друзья, если у вас есть желание заработать с вложениями, то есть если у вас есть какие-то деньги, заходите на биржи, закидывайте деньги в пулы, зарабатывайте на стейкинге, а не отдавайте свои тонны каким-то рандомным разработчикам, которые выдают вам высоковолатильный токен, который в итоге еще и в 4 раза упал. Я понимаю, если вы знаете, он рос, он просто в 4 раза рухнул, и он продолжает падение. Напоминаю, ролик начали, было 600, сейчас уже 580, то есть он буквально падает вот каждую минуту, наверное, на, вот, уже 78, ну он каждую минуту падает на сотую часть, даже, наверное, быстрее. Ну, и так будет дальше. Пишите, что вы сделали со своими токенами, вы были на канале Линхаса, подписывайтесь на этот ютуб канал, чтобы не пропустить все самое интересное, всем спасибо, всем пока.